Девушки отдыхают 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 Это, наверное, все-таки Антон. Речь об Антоне, потому что сюжет таков, что он с молодой девушкой, с любовницей, должна прийти его жена. И, значит, такая история. Появляется сосед, я играю этого соседа, такой алкоголик выпивший. Да, и получилось так, что Антон, главный герой, просит меня побыть, сыграть роль его женой. Я извиняюсь сейчас, подожди. Ты алкоголик выпивший? То есть это как бы роль на сопротивление у всех сейчас, мне кажется, в мозгу что-то переклинило. Потому что все себя любят за тот образ ботаника, который как раз-таки ты в КВН долгие-долгие годы показывал. И я ждал как раз, что ты скажешь о роли алкоголика как раз на стороне Сергея писает. И тут как-то все наоборот. Так, требуется пояснение. Ну, получается так, что КВН дал прекрасную школу актерскую. И не только роль ботаника, и роль женщины. Так как у нас мужская команда была и роль женщины. Я как самый слабый играл, естественно, роль женщины. Вот, роли подвыпивших мужчин. Так. Вот, получилось. И в этом спектакле, в принципе, и пригодилась эта история с такой активной... С перевоплощением. С перевоплощением. Да, и вот получилось так, что и вот еще и Женечка-ботаник играет алкоголика. И там он еще и, в общем, играет еще и женщину. Евгений, ну окей, давай не будем сейчас спойлерить, чтобы точно там все-все-все не будем рассказывать. Все уже заинтриговались и заинтересовались. Сейчас какой, какие города будут, не знаю, может быть, вы будете в Москве сейчас выступать. В Москве вот у нас, я вот со сорванным голосом, и позавчера буквально был спектакль в прекрасном театре русской песни Надежды Бабкиной. Ну вот куда, чтобы сейчас мы могли всех наших зрителей, слушателей, пригласить? Ну, это уже, наверное, в следующем году нужно будет следить. В 19-м. Да, в 19-м году нужно будет следить за афишами. И так как гастролируем мы не только здесь, но и за границей. За границей. За границей нас ждет. Вот так вот, похоть, я была, это когда мне еще за границей? Ну, это не то, что у нас не за границей, у нас так Саранск, Ежкар-Ала и Майами, поэтому... Ну, да, да, да. Заездом из Ежкар-Алы сразу же в Майами. Если есть, опять же, если нет, то нет. Если есть, а вот вы смеетесь, а у нас когда-то мы со сборной Санкт-Петербурга гастролировали по Америке, и последний у нас город там был, мы заезжали в Канаду, в Торонто. И у нас был в Торонто, а через день у нас был концерт в Тамбове. И вот мы очень долго шутили. Внимание, внимание, команда «Уездный город» и сборная Санкт-Петербурга пройдите на рейс Торонто-Тамбов. Евгений, не могу не спросить, это, конечно, так к делу не относится. Каков Тамбов после Торонто? Вы знаете, как-то вот, если честно, когда ты там находишься, там, ту же, там, неделю, там, дни десять, все равно, ну, скучаю. Я вот не знаю, как другую, я очень скучал по России, я когда приехал, думаю, ну, все-таки свое это свое. Своё, Работа. А зрители тогда где лучше принимают? Все-таки у нас, на родине или там? Зрители разные, зрители разные и в Москве. А на юмор как они реагируют? Ну, у нас-то понятно наш юмор, а там они понимают Торонто. Там же наши люди, это наши, это которые те, которые... А, то есть вы без переводчика? Я вообще всегда говорил, если КВН перевести на китайский язык, можно гастролировать вечно. Это будет еще смешнее, наверное, да? Слушай, а ведь правда. Хорошая вещь. Друзья, можете попробовать. В каждой деревне китайской с населением в миллион человек, можно смело гастролировать? Так, этот план мы сейчас обсудим, сейчас быстро к песне и возвращаемся. Это надо обсудить. У нас Никишин Евгений Валерьевич, как свидетельствует нам в Википедии. Серьезно ты сегодня решила так зайти? Вот как написано в серьезном интернет-издании, я так и прочитал. Маш новая, Майк Войс, все, как всегда. А можно я назову тебя Женечкой? Конечно. Ну как с Женечкой можно разговаривать серьезно? Поверьте, мне подходят девушки там молодые, 20-летние, говорят, ой, это же Женечка. Это, господи, мне уже скоро 45, а тут просто Женя. Ну, конечно, Женя. Можно я признаюсь в любви? Ну, пожалуйста. Я надеюсь, честно, да. Женечка, ты мой самый любимый герой из КВНа, честно. Особенно вот это, молоко, это пало для лохов. Я обожала вашу команду и тебя, да. Женя, делаем шаг от обыденности, собственно, и в... Ну все, ладно, тебе я чувствую сердце, я это очень редко делаю. Ну мне очень приятно. Нет, правда, я могу сказать, что это не наигранно, правда, Маша сделала все искренне. Но я как, так сказать, представитель сильной половины, давно смотрел, всю жизнь смотрел КВН, вот сколько себя помню, и хочется вот все время как-то, может быть, плохое выражение, как-то дозу повышать, повышать. И я начал переходить на черный КВН, то есть, который играют, которые снимают любительскими камерами там и прочее, прочее. И там совсем другой Женечка, и там совсем другие герои, и там вообще все по-другому. Давайте я прям вкратце расскажу. Просто всегда, когда КВНщики писали себе номера, игры, всегда оставался тот материал, который, естественно, и Александр Васильевич не пропускал, и где-то он прям, да, который, и который прям, прям жесткий, жесткий, прям, бывает, что без определенного слова, ну вообще все не заходит. Вот, и этого материала было очень-очень-очень много. И в какой-то момент на Сочинском фестивале произошел вот этот знаменитый фестиваль черного юмора. Он прожил буквально 3-4 года, и именно после этого фестиваля черного юмора, и, в принципе, образовался комедий-клаб. То есть, уже все стали... Да, к этому я кладил. Вот перед тобой сидят прародители вот этой самой комедии империи сегодняшнего дня. Ну не то, чтобы лично я, но вот, наверное, наше поколение КВНщиков и Гарик Маркирович. Своими вдохновителями. Ну да, да, в свое время, вот. Но мы выбрали свой путь, мы остались КВНщиками, вот, а ребята, я с огромным уважением отношусь к ним, они создали целую, действительно, целую эпоху такую. Ну, а вот это интересно, смотри, ну юмор, он же со временем как-то трансформируется, правильно? Вот какой раньше был юмор? Вот можешь как-то, знаешь, отнести, вот, какой он сейчас и каким он был раньше? Конечно, конечно. Раньше он был, если брать КВН, раньше он был более театральный. Если мы выходили, мы делали домашние задания на 15 минут с песней, там, на три куплета. Сейчас это, наверное, юмор коротких реприз. Это люди выходят. У нас миниатюра. Две фразы, два слова, все, шутка, да, прошла, поехали дальше. Да, и раньше все-таки было очень много сатир, и нам разрешали шутить, так сказать, о высшестоянии. О! О! О богах, скажем так. Сейчас это все-таки как-то, наверное, может быть, непоходящее время. Цензура, цензура, да? Есть, есть, да. Не в полной мере, но... Ну, а ты следишь сейчас за КВНом, тот, который по телеку, да? Нравится? У тебя есть какие-нибудь фавориты? Есть, мне очень нравится сборная Большого Цирка, оригинальные очень ребята, да. И мне очень нравится команда Вятка, тем более мы с ребятами очень хорошо дружим. Радио Свобода, Ярославские ребята, прекрасные ребята. Круто, топ-3 от Евгения Никишина, друзья. Евгений, а вот я сторонник, знаете, вот такого юмора назову просто несколько, чтобы всем не было обидно. Ну, не ты сегодня гость, Миша, поэтому... И спрошу, нет, и спрошу. Ну, давай. Эфир, Дорога, Плюшки Ярослава Мудрого, вот такой юмор. Как ты к нему относишься? Я понимаю, что есть фанаты этого юмора. Я немножечко все-таки вот... По классике? Ближе к классике, да. Но иногда, когда, конечно, появляются такие яркие... Первая команда — это Пятигорск. Да. Сборная Пятигорска, Лена Борщева, Селёв Слепаков. Вот это первые, как их называют, космонавты. Да. То есть говорят, что за космический юмор, что за космонавты. Это были первые ребята. И потом, конечно же, люди увидели там и стали вот, как бы, отделяться именно в этом направлении, в космическом. Смотри, ну а сейчас вы своей командой все-таки еще гастролируете, путешествуете, выступаете? Конечно, мы путешествуем, выступаем. В следующем году нашей команде «Уездный город» сполняется 20 лет. Да, ты что? И будет большой тур по стране. И мы очень планируем, вообще планируем, что мы сыграем в «Игре ветеранов», который проходит летом в Сочи. И мы очень надеемся, что у нас получится и в Москве собрать большой концерт. А мы тебя сразу же приглашаем. Приходи, когда уже будут точные даты. Есть уже? Ну, еще пока нет. Будем анонсировать и всех приглашать. Но подожди, это будут лучшие номера за всю историю команды «Уездный город»? Это будет все вперемешку. И будет и новая писаться обязательно. И новенькая тоже. Вот к вопросу, а чем ты занималась в 12 лет, понимаешь, в 99-м году? Я смотрела вот на этого человека по ящику, понимаешь? Да, после школы. А сегодня он передо мной. После школы. Друзья, оставайтесь с нами. Я в восторге. Да, оставайтесь. Ой, давай вот так. Так, сегодня здесь у нас Женечка, Машенька и Мишенька. И мы уже, дорогие друзья, засучили рукава. Почему мы это сделали? Потому что у нас время, наше 18.36, время поиграть. Ну, я тебе скажу, что также это время ужина. Евгений, скажи, пожалуйста, ты вообще любишь что-нибудь, не знаю, вкусненькое? Какое у тебя любимое блюдо? А как вы думаете, я люблю вообще кушать или нет? Жень, могу без лестя, мне кажется, да. Я вообще согласен. Да, конечно, и очень-очень люблю кушать. Что сейчас жена готовит? Борщ. Прекрасный борщ. Вот ты обожаешь. Красный? Обожаю. А от мамочки? А мамочки на любимое блюдо? Мама вареники с картошкой. О-о-о. Она, хоть у меня и не украинка, но она очень вкусно готовит. Так что... Знаете чего, а я не обедал. Зачем вы так со мной? Зачем вы это делаете? Я к тому, что, значит, в кулинарии ты, может быть, тоже небольшой такой... Я могу еще сказать, что мне очень нравятся блюда, которые готовит мой капитан, мой друг Сергей Писаренко. Ну-ка. Сам солит рыбу. О, какую? Ну, красную, любую вообще он берет, разделывает его тут же, где-то его там научили. Вот все это... Это просто... Все, круто! У нас прямо сейчас, друзья, в эфире кулинарная рубрика. Поехали. Сейчас, смотри, я буду тебе давать очень странные названия кулинарных блюд, которые реально существуют в мире. И ты должен предположить, что это такое. Ну, если ты не знаешь, например. Если знаешь, то так и говори. Это то-то, то-то, то-то. А если не знаешь, то предполагай, что это может быть. Какая роль отводится мне, как всегда, маленького помощника? Если есть сомнения, есть я. Я вообще не знаю, что там... Подожди, у нас есть шеф-повар, это Евгений Никитин. И есть... Как его там называют? Не знаю. Ну, который помощник шеф-повара. Из коптерки, который... Макароны носит. В общем, это Майк Войн сегодня. Окей. Итак, жаба в норке. Как ты думаешь, что это такое? Я сразу вспоминаю черный юмор у нас. Опять же... Давай, Поль, Евгений, можно пользоваться. У нас вечерний эфир. Дети уже спят. Так, жаба что-то зеленое. А может быть, это вот что-то французское. Французская кухня. Если не знаешь, да, то можешь придумывать. А давай, Санчес, давай мы им еще и время ограничим. Итак, у вас на все про все есть буквально полминутки. Поэтому давайте размышления обслуживаться. Поехали. Итак, у нас что, где, когда? Жаба в норке. Жаба в норке. Что это за блюдо? Французское блюдо, мы решили, да, жаба. Норка опять жаба. В блин кладут. В какой? В мохнатый блин? А в норке. А, Павел, я полысый? А такой же лысый, как и я. Лысый блин знаменитый. А что? Почему жаба в норке? Друзья, по трапите, скоро будет вердикт. Итак, 15 секунд. Это одно слово? Это что одно слово? Жаба в норке? Нет. Это надо понять, реальное блюдо или нет. Нет, это реальное. Это реальное блюдо. Что это такое? А что это? Это все, что осталось от лягушачьих лапок в блинке. Итак, отвечает Евгений Никишин. Прошу, жаба в норке. Это чье блюдо сначала? Это французское блюдо, конечно же. Это французское блюдо. Это то, что осталось от лягушачьих лапок. То есть все остальное. Так. Завернутые, наверное, действительно в блин. А теперь, внимание, правильный ответ. Итак, друзья, жаба в норке. Это традиционное британское блюдо. Да, представляете? И по сути это мясная сосисочка, запеченная в йоркширском пудинге. Я думал в йоркширском пудинге. Ну, короче, это что-то вроде сосиска в тексте. Итак, следующее. Внимание. Что за блюдо? Грешники. Поехали. Грешники. Грешники. Что это такое? Знаменитое русское блюдо. Подводочку. Да, это сушеные... Кто? Сушеные... Грешники. Грешники. Это наверняка огурцы, которые малосольные под водочку. Они же грешники. Они просто... Ну-ка. Друзья, на самом деле грешники это блинчики, которые готовятся на гречневой муке. Мы с тобой больше не играем. Все. Здесь происходит невероятное. Здесь Маш Новая, Майкл Уэйс и наш гость Евгений Никишин. Ну, мы что говорили сегодня? Женечка, Машенька и Мишенька. Я не могу переломить, понимаешь? Когда человек старше меня, я не могу вот это вот. Женечка, понимаешь? Все. Итак, друзья, мы сейчас договорились в паузе, что будем разговаривать про спорт. Это очень важная тема. Почему мы будем это делать? Потому что перед нами футбольный судья первой категории. И в отличие от Маши, я знаю, что это значит. Так. Рассказывайте. Как? К чему? Что это? Я просто все детство прозанимался футболом. И настал момент, когда закончил спортивную школу. Надо было поступать в институт. Более талантливые ребята у нас пошли, естественно, в команду мастеров. В старшую. Ну, не всем же суждено стать футболистами. Но я настолько любил футбол, что я готов был заниматься хоть чем. Так. И завуч, директор нашей спортивной школы, он сказал, говорит, хочешь попробовать? Я говорю, хочу. А что? Ну, я тогда при своем росте весил 70 килограмм. Ну, я худющий был. Многие огромные. То есть я все спортивные нормативы сдавал. Я выучил правила, потихонечку начал на детях тренироваться, учиться. И за несколько лет я, в принципе, добился очень даже неплохих результатов. И в свои, там, 22 года меня уже пытались привлечь, там, не то что к взрослому футболу, а уже, там, ты знаешь, что вторая лига, там, что это значит. Судил вторую лигу? Я не успел. Судил вторую лигу. Что самое вот большое ты судил? Я судил третью лигу. Я судил финал Кубка области среди взрослых команд. Вот, свои, там, 21-22 года. То есть это было... Сначала ко мне так как-то, ну, относились, да, ты самляк, там, бывало, там, на ногу так втихаря наступали. Вот я все это, скрипя зубы, все это... Ты все в юмор переводил? Прожил. Ну, нет, тогда я, наверное, все-таки не был в юморе. Вот, хотя параллельно я уже занимался калорийцом. Слушай, а заносили, Жень? Заносили, вот как просили там этот, там, как-то? Я был в таком возрасте, когда, во-первых, на первенство области никто никогда ничего не заносил. Так. Вот, а в более старшем, ну, там решали не мы, то есть там решали другие. Там уже другим заносили, знаешь ли. И финально, что хочу спросить, это большой вопрос, вот, поколенческий, вот, поколение Жени, мы его с футболом. Тогда футбол еще не был, ну, то есть Бугатти нельзя было купить, когда решалась судьба идти в футбол или не идти. И то же самое мое, мои родители приняли решение все-таки не отдавать, а у тебя это было решение твоих родителей или личное, не идти дальше, не двигаться по профессиональной именно лестнице? Во-первых, у меня случилась такая травма нехорошая, и я понимал, что мне врач сразу сказал, ты дальше начнешь заниматься, играть, и все равно у тебя где-то год, два, три, и ты снова, у тебя будет эта травма. Кресты. Да, и бесполезно было, я решил просто, ну, не буду я футболистом, но я посвящу свою жизнь футболу, вот, и я уже стал потихонечку там журналистикой спортивной так интересоваться. Но тут КВН это. Ну, КВН, да. Как пришел, как Кисаренко говорит, давай, поехали, нам в Казань играть надо. И жизнь вся изменилась, ты понимаешь? Один год я совмещал, то есть я, да, у меня получалось совмещать, то есть я где-то там на одну игру в Воронеж еще не поехал, говорю, у меня судейство, потом я понял, что нужно выбирать. Ну да. Вот нужно было прям резко сесть, и я сказал КВН, у меня отец говорит, что, какой КВН? Мы же тогда только в институте там начинали играть, четвертый курс. Какой ты что-то, где твой дед? Ты перец в области судишь, какой? Ты уже все, уже почти, с тобой уже почти губернатор здоровается. Вот, и я сказал, пап, ну нет, я вот там всего достиг, и мне интереснее здесь. И я просто повелся, грубо говоря, на интерес. Мне было интересно, я эти репетиции полуночные. Ну вот первый скандал с будущей женой. Вот. Но после первой игры в высшей лиге в КВН у нас произошла свадьба, мы поженились. О, поздравляем. Нет, ну скажи, у меня такой маленький, коротенький вопросик. Чемпионат мира по футболу. У тебя, наверное, ну прям так душа ликовала, да? У меня вообще, я провел его в Нижнем Новгороде, великолепный город, великолепный прием, стадион просто шикарный. Люди какие. Я пытался вам рассказать про англичан, которые говорили, боже мой, мы вообще-то здесь в шоке. Все в шоке, да? Мы приехали, должны были втроем, приехали вдвоем. Нам сказали, не берите с собой английские майки, вас там будут вылавливать и убивать. А мы, говорит, приехали сюда, мы посмотрели, как здесь здорово. Пошли в магазин, купили майки сборной. Женя, и мы приходим в следующий магазин, уже в наш магазин Блица. Быстро не думай. Для меня самое важное в жизни? Открытость. Идти по жизни с юмором это? Нет, это идти по жизни с юмором. Если бы не юмор, я бы сейчас? Я бы сейчас здесь не сидел. Оно сидит с нами сегодня. Женечка, как мы договорились. Евгений Никишин, спасибо вам большое, очень рад. Спасибо.